Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот этот, так сказать, эссер Медведева, он о чем нам говорит и зачем он появился, тем более появился именно сейчас? Ну, с одной стороны, это старая тема. Медведев неоднократно пугал весь мир ядерными ударами из России, причем почему-то считалось, что пострадает от этого только Европа. А никак не Российская Федерация. Я бы считал, что в новом тексте присутствует несколько иная мелодия, с которой мы давно не сталкивались, если иметь в виду Медведева. Все-таки там сказано о том, что ядерная война приведет к уничтожению, в общем-то, планеты. И что нужно договориться, чтобы не допустить взаимного уничтожения. Это несколько похоже на советскую концепцию мирного сосуществования, которую сформулировала советское правительство после того, как была взята установка на невозможность выиграть ядерную войну. Вот в Советском Союзе была установка, что ядерную войну невозможно выиграть, что там не будет победителей. Российской Федерации до буквально, до Пригожинского мятежа, скажем так, в основном нам излагали концепцию о том, что ядерная война будет выиграна Российской Федерацией в одностороннем порядке. Причем авторы типа Караганова утверждали, например, что Европа и Америка будут настолько испуганы самим фактом нанесения России ядерного удара, что не ответят вообще на него, а просто испугаются и капитулируют. Вот в статье Медведева я уловил новые нотки, где тем не менее сказано о том, что эта война разрушительна и губительна для всех, и что нужно договариваться. Означают ли это определенные уступки с российской стороны? Может быть, если иметь в виду, что только что была предпринята попытка на самом деле сместить Путина или, по крайней мере, разработать какую-то иную систему взаимосвязи между Путиным и теми людьми, теми группами, которые пытались его свергнуть. Я считаю, что этой группой была ФСБ и что в результате так называемого Пригоршевского мятежа были согласованы новые условия, на которых Путин будет находиться у власти. А вот какие эти условия, это до конца еще, я думаю, мы не знаем. Насколько серьезно это апокалиптические вот эти вот эссе Медведева, других прихлевателей Путина, как вы считаете, сейчас шантажируют подрывом на Запорожской атомной электростанции? Могут ли в Кремле и лично Путин рассчитывать, что, например, теракт на ЗАЭС вернет ему какие-то там утраченные рычаги влияния? Вы знаете, я думаю, что Путин уже ничего не вернет утраченных рычагов влияния. Но верить он в это может, понимаете? И верить он в это не может. Я думаю, что достигнуто некое соглашение между Путиным и ФСБ о каких-то новых условиях и о каких-то изменениях в российской внешней политике, скажем так. Чего мы еще не знаем, какие это условия. То есть, на самом деле, было понятно, что могли обсуждаться только две темы. Введение войны в Украине и эскалация этой войны в сторону ядерного конфликта. Чего мы не знаем, а это самое главное. О чем стороны договорились? То есть, Путин явно возвращен на трон, но было бы, наверное, удивительно, если бы его в буквальном смысле свергли. Хотя он и улетел из Москвы, опасаясь, конечно же, за свою жизнь. Но как раз убийство Путина – это несколько понятный ход, потому что тогда включается конституционный механизм. Там премьер-министр становится исполняющим обязанности президента и так далее. А вот снятие Путина – это несколько сложный момент, потому что это не предусмотрено российской конституцией. То есть, нет учреждений, которые могут снять Путина с должности президента. Поэтому, скорее всего, была достигнута договоренность о том, что Путин остается формально президентом, но на каких-то других условиях и иначе ведет внешнюю политику Российской Федерации. А вот как – мы посмотрим. И если то, что написал Медведев, хотя там он и Финляндию оскорбил, сказал, что эта страна вообще не имеющая права на существование, типа что это исконно русская земля. Но, тем не менее, там уже звучит, повторяю, мысль не о том, что мы уничтожим Запад, точка, конец истории, а о том, что если мы не договоримся, это приведет к термоядерной войне со всеми последствиями. Это на самом деле ничем не отличается от, повторяю, советской логики при формировании теории мирного сосуществования. А на каких условиях Медведев планирует договариваться с Западом – это уже другое дело. Потому что, когда Медведев упрекает Запад в желании сформировать однополярный мир, это на самом деле по Фрейду, потому что однополярный мир хочет сформировать Путин. Как раз все остальные придерживаются концепции многополярного мира, когда есть разного уровня демократии и даже недемократии, и не слишком демократии, которые существуют вместе. А вот Путин, конечно же, исходно заявил о необходимости создать однополярный мир, где будет господствоваться Российская Федерация. Этот план, безусловно, стоит назвать утопическим и невыполнимым, но это тот план, который они начали реализовывать полномасштабно в феврале прошлого года. Мы сейчас за ближайшие неделю-две, анализируя новые тексты того же Медведева, начнем примерно понимать, о чем идет речь. Но, в принципе, вот эти три месяца, июль, август, сентябрь, будут критические. Угроза Запорожской атомной электростанции – это серьезная угроза. Ее можно подорвать, и она, скорее всего, заминирована точно так же, как была заминирована дамба Каховской ГЭС. Кроме этого, можно устроить экологическую катастрофу, можно слить ядерные отходы из хранилищ атомной электростанции Запорожской в Днепр и угробить Днепр на вечные времена. Поэтому, с точки зрения разрушения, у Путина, к сожалению, довольно много ходов. И прерогатива тут находится у российского руководства, и сделать практически ничего нельзя, потому что инструментов давления у Запада на Путина нет. Мы, в общем-то, находимся в состоянии, мы, я имею в виду Запад, необъявленной войны с Путиным. То есть, с точки зрения Путина, эта война, кстати, уже объявлена, и они постоянно говорят, что война ведется не с Украиной, а с НАТО и Соединенными Штатами. Но НАТО и Соединенные Штаты, со своей стороны, естественно, пытаются не провоцировать максимально, делают все, чтобы не провоцировать Путина на дальнейший уровень эскалации. И, конечно же, ни в коем случае не подчеркивают, что Запад находится в состоянии войны с Россией, а наоборот, делают все возможное, чтобы сохранить этот конфликт в границах России, Белоруссии, Украины, ценой, к сожалению, украинских жизней. Потому что именно из-за этого Украине не даются наступательные виды вооружений, не даются самые современные виды вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действий. И F-16 тоже еще пока что не прибыли. И не дается разрешение на использование этого оружия против территории противника, то есть Российской Федерации и Белоруссии. Поэтому, в принципе, тут, к сожалению, Украина поставлена в тяжелую ситуацию именно из-за желания Запада не спровоцировать конфликт на дальнейшую эскалацию. Ну вот эта статья, подписанная Медведевым, возводит, этой статьей Кремль возводит уровень своего шантажа до максимального. И его целью является запугать страны Запада перед саммитом НАТО. Об этом, ну так считают исследователи из Института изучения войны американского. Если это так, то как вы считаете, удачный ли этот шантаж? Понятно, что ответы точно мы уже услышим 10-11, когда этот саммит НАТО состоится. Но если предположить, вот эти изречения Медведева, они окажут то влияние, то воздействие, которого Кремль стремится достичь? Нет, конечно. И в принципе Медведев мог бы это уже понять давным-давно, что вот этот вот шантаж, он не достигает своих целей, скорее наоборот. Скорее наоборот, как-то не странно звучит. Я думаю, что он объединяет во многом Запад. И в этом плане ничего утешительного саммит НАТО России не принесет. Наверное, как и следует ожидать, Украина не будет принята формально в НАТО. Но тем не менее, и я считаю, что это достижимо, тем не менее, за пределами формального принятия Украины в НАТО все остальные привилегии страны НАТО Украина, наверное, получит, кроме пятого пункта НАТО. Потому что если Украина принимается в НАТО сегодня, это значит, что завтра НАТО обязана объявить войну Российской Федерации. И вполне возможно, это в какой-то момент произойдет, если Россия не одумается и не попятится назад. Но, конечно, НАТО делает все возможное, чтобы оттянуть вот этот вот момент, когда придется идти на открытый конфликт с Российской Федерацией. Хотя, повторяю, тут, к сожалению, от Запада мало что зависит, а в основном зависит от уровня агрессивности России. Спасибо за этот разговор, Юрий Георгиевич. Юрий Фельштинский, российско-американский историк, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Спасибо.